В Читу молодой выпускник Киевского университета приехал в 1904 году в составе отряда Красного Креста, который помогал раненым в русско-японской войне. Здесь, в Читинском палаточном госпитале, он сделал свою первую хирургическую операцию. У нас даже электричества в городе не было. В этих условиях они в палатках оперировали, при керосиновых лампах. Раненые лежали на соломе зачастую, или на соломенных в лучшем случае матрасах. Бинты стирались и дезинфицировались несколько раз, ведь смертельных исходов не было. Потом будут тысячи операций. Руки, ноги, глаза, желудок, сердце. Любые операции он проводил виртуозно и успешно. Иногда в походных условиях, без инструмента, обычным перочинным ножом он спасал жизни людей. Многие операции считались уникальными и часто были сравнены с чудом. Один из бойцов, это отец нашей Галины Ивановны Бешаровой, он был оперирован как раз светителем Лукои. И он говорил, что своей жизнью, своим здоровьем я обязан именно ему, потому что то, что он со мной сделал, это чудо. Его разрезы уникальны, его метод вскрытия гноняков уникален, шов у него как у белошвейки. Слизистую губы пересадить вместо конъюнктива на вывернутые веки больных трахомой в то время, при том уровне хирургического вмешательства, конечно, это чудо. В своих научных трудах святитель Лука опередил время на десятки лет. За книгу очерки гнойной хирургии ему присвоено звание лауреата Сталинской премии. До сих пор это настольный учебник для студентов-медиков. В Чите помогала оперировать ему сестра милосердия Анна Ланская, которую за необыкновенную доброту называли святой сестрой. Повенчались молодые в Читинской Михайло-Архангельской церкви, в той самой, где когда-то венчались декабрист Анненков и Полина Гебль. Сегодня помещение старейшего храма города занимает музей декабристов. Даже не предполагал тогда молодой врач, что уже через сотню лет в этом городе в его честь будет строиться храм. Каждую среду и пятницу приходят сюда преподаватели и студенты медакадемии, на территории которой развернуто строительство, и молятся о завершении работы. Свято-Антониевская церковь здесь стояла. И вот, к сожалению, ее сожгли в 1927 году, а теперь вот на ее месте, по сути дела, вырос храм Святитель Луки. В самый разгар богоборчества хирург и ученый становится священником, прекрасно зная, чем это грозит. Голодовки, пытки конвейерам, когда заключенному не дают спать несколько суток, карцеры с клопами и этапные вагоны, полные в шее. Это был крестный путь святителя, который впоследствии написал «Я полюбил страдания, так удивительно очищающие душу». Святитель Лука был проповедником, который не боялся ни личности, ни людей, которые могли его и наказать. И однажды в своем споре с чекистом, когда чекист ему сказал, что где же ваш бог, ведь в космос летали люди и не видели там бога, на что святитель Лука ответил «Я тысячи раз вскрывал черепную коробку, но ни разу не видел ни совести, ни разума». Архиепископ Лука ушел из земной жизни 11 июня 1961 года в День всех святых. Уже через 39 лет на архиерейском соборе он будет причислен к лику святых. В своих пламенных проповедях он часто повторял «Верьте, что малое стадо Христово непобедимо. Сохраняется оно и до ныне». Сохраняется оно и до ныне.